Труд женщин и имеющих детей, активное и здоровое долголетие, отношение молодежи к семье и браку. Эти и другие вопросы обсуждались на форуме женщины Ульяновской области за будущее региона. Основной темой встречи стала реализация национальной стратегии действий в интересах женщин. Для нас очень важно, чтобы активность женсоветов, которая как на муниципальном уровне, так и на региональном уровне, она была представлена достойно в решении тех проблем, которые сегодня были озвучены нашим президентом Владимиром Владимировичем и вопросы, которые необходимо решать через те региональные программы, которые сегодня вы утверждаете. В форуме приняли участие около полусотни жительниц Ульяновской области. Обсудили вопросы о равенстве и развитии мира в 21 веке, о семье и социальной безопасности. Эти темы очень актуальны, потому что они относятся к гражданам всех возрастов. За последние годы произошли позитивные изменения в положении женщин. Государство стало уделять их здоровью большее внимание. Хотелось бы, наверное, относительно, может быть, молодых семей, может быть, помощи какой-то, может быть, возможно, каких-то предложений относительно поддержки тех молодых семей, кто имеет одного ребенка, кто собирается родить первого ребенка. Но уже как бы они в возрасте, потому что сейчас поддерживают именно семьи те, которые, ну, молодые, допустим, ну, некоторым по 30 лет, а у них только еще первый ребенок. Ну, в принципе, сейчас вот уже государство об этом задумалось и уже есть поддержка. А то, в общем-то, раньше поддерживалось только рождение второго ребенка. На форум приехали не только женщины старшего поколения, но и молодые девушки, которым было интересно узнать о поддержке женского населения в наше время. Ну, больше, наверное, создание семьи, потому что карьера это как бы все равно идет как вторичная. Семья всегда главнее, как бы мы растем в семье и должны создавать семью в будущем. И, не знаю, для меня больше главнее семья. На форуме была представлена выставка региональных социальных проектов, победителей губернаторских и президентских грантов и круглые столы. Лилия Шакирова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.